Глава Анапы встретился с работниками коммунального предприятия, которые добиваются выплаты долга по заработной плате. Люди оказались в центре судебных разбирательств между управлением ЖКХ и обществом с ограниченной ответственностью услуги в Анапе. Сергей Сергеев выслушал обращения анапчан, запросил список оставшихся без заработка и взял наличный контроль решения проблемы с выплатой зарплаты. Работники ООО «Услуги в Анапе» к Сергею Сергееву обратились за помощью. По словам людей, они честно выполняли свою работу по уборке города, но зарплату не получили. Работодатель доказывает свою правоту в суде. Никакого стартового капитала у фирмы не было и нет. Компания оплатить не может, Сергей Павлович, я хочу сразу сказать, так как вновь создавшиеся, никаких средств у Оськина нет на самом деле на погашение задолженности. Это изучено уже судебными приставами досконально и Следственным комитетом тоже. Глава Анапы подчеркивает, решение будет только в правовом поле. Речь идет о бюджетных средствах. Если причиной невыплаты заработной платы стали действия сотрудников городской службы, они понесут суровое наказание. Если я буду видеть до конца, что сотрудники нарушили закон, я вам обещаю, что они понесут самое жестокое наказание. Не жесткое, а жестокое. В порядке регресса любое решение о выплате будет мною подано исковое заявление о взыскании сотрудника в пользу бюджета этой суммы, потому что так требует закон. Сергей Павлович берет наличный контроль, решение проблемы. Глава запросил списки работников и сумму долга. Меня интересует начисление заработной платы с живой печатью, с подписью, бухгалтера, всего остального. То есть у нас справки за должность? И физические лица, которые сегодня должны. Я хочу заострить внимание и повторить второй раз. Деньги будут выплачены только непосредственно работникам, которые здесь находятся. А организации нет? Свои интересы юридическое лицо защищает в суде.